Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. История с передачей здания бывшего кинотеатра «Аврора» частному инвестору затянулась. Год назад с инициативой оставить объект на карте города, реконструировать его, запустить и сохранить при этом социальную направленность выступил управляющий группой компании «Гулливер» депутат Думы Сургута Владимир Болотов. Звучала идея открыть спортивно-досуговый центр. Объем инвестиций приблизительно оценивался в 200 миллионов рублей. Спустя год ситуация кардинальным образом не поменялась. Тему обсудили на заседании Комитета парламента по городскому хозяйству и перспективному развитию. Много вопросов, связанных с неурегулированностью действующего законодательства, отсутствием практики и опыта реализации этих соглашений. Последняя редакция, в том числе, уже 15 лет, и практически 10 лет эксплуатации по завершению строительства являются показателями действия этого договора. На сегодняшний момент процесс получения банковской гарантии и устранения ряда юридических коллизий, связанных с тем, что таких контрактов еще не было, которые заключаются все-таки в гарантированности прав инвестора по завершению реконструкции. Владимир Болотов выразил надежду, что в течение месяца предложение со стороны инвестора будет направлено в мэрию, после чего администрация запустит все процедуры, предусмотренные законом. В реконструкции бюджетные средства участвовать не будут, но с точки зрения обеспечения на 15 лет объект будет обременен, поскольку именно в течение этого времени инвестор должен будет использовать его по назначению. А значит, вопреки опасениям горожан, там не появится очередной торговый центр. В большей степени Аврора станет центром притяжения спортсменов и любителей физической культуры. Планируется, что восстановят точку общепита, откроют выставочное арт-пространство. Малые города с численностью жителей менее 200 тысяч человек на Ямале, в Магаданской области, Ненецком и Хантамансийском автономных округах стали лидерами по наивысшим уровням заработных плат в стране. Это данные аналитиков РИА Новости. Средняя чистая зарплата в городах Янао составила 128 тысяч рублей в месяц. В Югре оплата труда, исходя из статистической информации, составляет 99 тысяч рублей. На последних строчках рейтинга разместились Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Зарплата в небольших городах в этих регионах не превышает 32,5 тысяч рублей. Что касается верхушки рейтинга, то успех указанных регионов достигается за счет развитой добывающей промышленности и работы сервисных компаний, сосредоточенных в основном вокруг топливно-энергетического сектора. 57 призовых мест заняли юные сургутяне на региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Всего 148 учеников из 24 общеобразовательных учреждений города продемонстрировали свои знания в 22 предметах. Самыми популярными направлениями традиционно оказались математика и русский, однако не обошлось и без новшеств. Одна из учениц 46-й сургутской школы стала победителем окружного этапа Олимпиады по китайскому языку. В сургутских школах обучение одаренных детей проходит чаще всего в индивидуальном формате, и обычно такие ребята сами заинтересованы в олимпиадном направлении. Для подготовки школьников разрабатывается специальная программа, проводят занятия с преподавателями университетов и ежегодные осенние и весенние научные сессии. В заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников участие примут пять обучающихся из Сургута. Финал пройдет с 15 марта по 3 мая в 14 регионах страны в зависимости от предмета. Я использовал все ресурсы, которые мне дает мой регион. Это преподаватели из Сургутского университета, потом подготовка онлайн организованная с преподавателями из Новосибирска. Кроме того, та информация, которую я получил в Московской области, тоже активно решал задачи, изучал теорию. Ну и для практики участвовал в менее значимых олимпиадах, перечневых, участвовал в Олимпиаде Фистех, в Санкт-Петербургской астрономической олимпиаде и в обеих стал призером второй степени. Прямой рейс со знаменитой международной сети Том Ямбар из Таиланда прибывает в Сургут. Дорогие гости, вас ожидает более 10 видов знаменитых супов и, конечно, хиты тайской, японской, вьетнамской и даже индийской кухни. Для самых маленьких гостей большое ресторанное игровое пространство Том Ямбар. Хотите, чтобы волосы были пышнее и гуще? Безоперационная пересадка волос в Центре Акватория. Эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через два месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте 59 35 35. Центр медицинской эстетики Акватория. Цветы мира. Это когда цветов не просто много, а много. А еще цветы мира. Это когда покупаешь больше, а платишь меньше. Розы от 74 рублей. 101 роза от 5656 рублей. Красивые срезанные цветы по оптовым ценам с очень гибкой системой скидок в магазине Цветы мира. Югорский тракт 7-4. Блок А. Телефон 70707. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова